Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу о трёх рецептах оригинальной окрошки. Итак, окрошка с чесноком. Нам потребуется пол-литра кефира, два зелёных болгарских перца, два помидора, два огурца, три столовых ложки майонеза, три зубчика чеснока, два яйца, один лимон, листья салата, петрушка, соль, чёрный молотый перец по вкусу. Чеснок пропустите через довилку и смешайте с мелко порезанными овощами и салатом. Заправьте майонезом, соком лимона, солью, перцем и залейте кефиром. Украсьте петрушкой и ломтиком варёного яйца. Второй рецепт. Окрошка по-флотски. Нам потребуется 1 литр хлебного кваса, полкилограмма мясного фарша, два огурца, одна луковица, два яйца, 100 граммов сметаны, 100 граммов зелёного лука, майонез, перец, соль, чеснок. Мясной фарш обжарьте в небольшом количестве жира, добавив натертую на крупной тёрке или очень мелко поробленную луковицу. Остудите фарш и смешайте с мелко порезанными огурцами, яйцами и зелёным луком. Разложите по тарелкам, залейте охлаждённым квасом. Чеснок порубите и смешайте с майонезом. Каждую тарелку кладите не более 1 столовой ложки такой заправки, иначе чеснок перебьёт весь вкус окрошки. Третий рецепт. Окрошки с цветной капустой. Нам потребуется пол-литра кефира, пол-литра воды, пол-килограмма цветной капусты, 1-2 моркови, 2 яйца, зелень, соль по вкусу. Цветную капусту вымойте и поделите на соцветия. Отварите их в подсоленной воде. Морковь помойте, очистите и тоже отварите в небольшом количестве воды. Её перед этим надо порезать кружочками или кубиками, как вам больше нравится. Яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте ломтиками. Все ингредиенты хорошенько перемешайте и залейте разбавленным водой кефиром. Посолите и добавьте нарезанную зелень, например, петрушку. Приятного аппетита, друзья!